Здравствуйте, это канал Дики Лайф. Меня зовут Виталий Дики. Большое спасибо, что подписываетесь, спасибо, что смотрите, делитесь видео, лайкаете, комментируете. Сегодня мой ваш гость Геннадий Дубов, аналитик, юрист. Геннадий, добрый вам день. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо, что откликнулись. У меня есть несколько тем, хотел бы обратить на них внимание. Давайте начнем с интересных международных событий. Значит, министр финансов Соединенных Штатов Америки совершила визит в Китай и, в общем-то, пригрозила компаниям китайским, которые якобы помогают или сотрудничают с Россией, очень серьезными последствиями. Речь шла о санкциях. Более того, это прозвучало в тот день, когда в Пекин приехал Лавров, министр иностранных дел именно Российской Федерации. Напомню, что есть реакция Китая. МИД Китая сразу же сказал о том, что соответствует существующие страны, непонятно, о ком идет речь, не должны очернять нормальные отношения Пекина и Москвы, и сотрудничество, как они считают, не должно быть ограничено. Но до этого, извините со вступлением, Госдеп США заявил о том, что у них есть факты активного сотрудничества и помощи, явной, от Китая и Российской Федерации по украинскому вопросу. Это вооружение, технологии, все, что с этим связано. Что произошло? Какой будет результат? Что это? Буря в стакане или действительно какой-то серьезный процесс? Я думаю, что серьезный процесс, поскольку с Китаем договариваться пытаются сейчас все или, ну, по крайней мере, вести переговоры. И подобного рода заявления Елен и потом Блинкина, они, наверное, подвигают нас к мысли о том, что о чем-то не договорились или не прислушались к американской позиции. И в целом заявления Китайской Народной Республики по поводу односторонних санкций, в том числе и вторичных, они даже коррелируют с мирным планом Китая по Украине. И в пункте 10 как раз здесь отдельно говорено о том, что односторонние санкции, которые принимаются вне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, должны быть упразднены как явления. И я процитирую, соответствующие страны должны прекратить злоупотребление односторонними санкциями и, в кавычках, юрисдикцией длинной руки против других стран. Для Китая вот подобного рода подход, он является проблемным даже вне контекста его отношений с Российской Федерацией, поскольку поводов для того, чтобы каким-то образом Китай сдерживать, было достаточно и до того, как Россия развязала наша территория. Можно вспомнить про нарушение прав человека, про там Синьцзян-Уйгурский автономный округ и много чего еще, что использовалось, как считают китайцы, как повод для того, чтобы вводить некие ограничения в отношении хозяйственной деятельности, в отношении торговли, ну и много чего еще. Тут мы можем сказать также, что американцы, в частности в отчетах группы РАНД, рассматривают сотрудничество Китая и Российской Федерации в части поставок, прежде всего, военных технологий, которых на сегодня еще подтвержденных нет, как некий новый этап эскалации, который определяет новые траектории развития конфликта и определяет, как бы, новые решения, возможных в том числе со стороны США. То есть, вот, вероятно, я, по крайней мере, услышал и прочитал так, что это было, условно, последнее такое американское предупреждение о том, чтобы не переходить вот на новый уровень. И здесь речь идет, наверное, не столько о конкретно поставках товаров двойного назначения, сколько это звучит о кипредостережения, о поставках непосредственно уже военных товаров, боеприпасов, военной техники. Сегодня речь идет лишь о том, что вот американцы отдельно подчеркнули по поводу топлива для ракет. Непонятно, о каком именно топливе идет речь, но вот где-нибудь вот в этом месте американцы делят развитие ситуации, условно говоря, на до и после, и в этой связи предлагают Китаю вернуться на условия Соединенных Штатов в плане выполнения ограничительных мер, в принятии которых Китай участия не принимал. И, собственно, здесь вот лежит, мне кажется, очень важный момент с точки зрения характеристики мирового порядка на сегодняшний день. Вот если мы посмотрим на ситуацию глазами Китайской Народной Республики, то мир, основанный на правилах, получается таковым, что страны, группы, например, там или Рамштайна, или НАТО, или там евроатлантического блока, назвать можно по-разному, они, прежде всего, учитывая лидерство Соединенных Штатов Америки способны принять некие решения, которые будут обязательны для третьей стороны, и прежде всего Китая, как одной из ведущих экономик на сегодня мира, как одного из центров притяжения всего мира. И Китай, не принимая участия в этих форматах, по сути, должен быть обязан соблюдать такого рода решения. Тут важен сам принцип, тут не столько важен повод. Повод война в Украине и все решения по наложению санкций и прочих ограничений России и ее контрагентов мы, безусловно, приветствуем, но Китай смотрит на это, безусловно, иными глазами. То есть сегодня это повод Украина, завтра это может быть иной повод. И, по сути, Китай, не принимая участия в площадке, получает некие обязательные решения в свой адрес. Это, по сути, речь идет про ограничение государственного суверенитета в отношениях с третьими государствами, ограничение, которое, по мнению Китая, принято вне существующих международно-правовых институтов, которые признаны всем миром. Прежде всего, речь идет про организацию объединенных наций, всемирную торговую организацию, ряд иных площадок, которые объединяют, по сути, всю нашу планету. И здесь Китай будет перед выбором. Он стоит перед выбором. В целом, выбора, по большому счету, и нет. Или сопротивляться подобного рода подходу и вести свою независимую политику, в том числе в отношениях с Россией. Или, условно говоря, подчиниться миру, который основан на правилах, где Китай не принимает участия в написании этих правил. В контексте Китая, я хотел спросить вас, вот скажите, насколько я знаю, недавно спикер МИДа Вань Бенбин заявил о том, это про Китайскую Народную Республику. Я говорю о том, что Китай придерживается нейтралитета, не помогает России, уважает территориальную целостность Украины. Ну и песня, которую мы слышим системно от представителей Китая. И в то же время, смотрите, какая интересная реакция на заявление Еленда, министра финансов. Они сказали, что, в общем-то, никакие страны не должны очернять нормальные отношения Пекина и Москвы. Сотрудничество не должно быть ограничено. Более того, что интересно, как бы Лавров, и я думаю, что неоднократно говорил, в том числе во время поездки министра странных дел России, что решать украинский вопрос без участия в переговорном процессе России бессмысленно. В то же время в Швейцарии планируется серьезная большая конференция по поводу поиска решения мирного регулирования. И Украина категорически против участия в этом процессе россиян. Напомню, что Китай и такой представитель Ван И, это член СК Политбюро Китая, очень влиятельный человек, который отвечает за внешнюю политику в Политбюро Китая, он говорил о том, что нет смысла тоже собираться, все-таки Россия должна там быть как бы членом этой всей истории. Я не понимаю, так что происходит. И в конце концов, это начало каких-то движений по поиску мира или просто так говорили? Обычное, пустое, бессмысленно говорили. На сегодня скорее второе, скорее говорили, в силу того, что китайская позиция на основании китайского же мирного плана, она не меняется более года. План был презентован в 23 году, 24 февраля, если я не ошибаюсь. И с тех пор мы имели визиты Лихуэя и в европейские страны, и в Украину, и в Российскую Федерацию. Но увидеть какой-то прогресс с точки зрения достижения некого понимания, каким образом можно даже в принципе собраться, не произошло. То есть здесь получается по сути структурно такая же проблематика, которую мы с вами выше описали, что в действующей мировой архитектуре международной безопасности и международного права, которая сложилась по результатам Второй мировой войны. Существует прежде всего такой орган, как Совет безопасности Организации Объединенных Наций, призванный решать вооруженные конфликты или лучше не допускать вооруженные конфликты. Именно в компетенции Совбеза предполагалось наличие принудительных инструментов типа международных санкций, по примеру, наложенных на Корейскую Народно-демократическую республику или на Северную Корею. И такого рода решения, они в этой архитектуре действительно обязательны для исполнения всеми 193 членами ООН. Если мы говорим про нашу ситуацию, в силу, безусловно, объективных обстоятельств, а именно наличия у России места постоянного члена Совбеза, такой институт применить невозможно. Институт Совбеза. При этом позиция Украины заключается в следующем, что отхок собирается, условно, весь цивилизованный мир, к которому должен присоединиться весь остальной мир. Подписывается в конкретном случае, учитывая конкретные обстоятельства Российско-Украинской войны, некое решение на основании, как мы считаем, мирного плана Владимира Зеленского. И далее это решение доводится, то есть принимается, по сути, консенсусом всем миром, кроме Российской Федерации, мы говорим в идеале, и отправляется в Россию для его исполнения. То есть, если вы остаетесь одни по-настоящему и против вас по-настоящему весь мир, у вас не остается как бы иного выхода, кроме как его исполнить, вывести войска, привлечь военных преступников, выплатить контрибуции, репарации и прочее. Китай подобного рода подход устраивать не может, ровно в силу того, что он настаивает на сохранении существующей архитектуры мира, где у него, в том числе, как и у Российской Федерации, есть золотая акция в виде права вета в совбезе ООН. То есть, грубо говоря, он исходит из того, что в следующий раз, к примеру, на основании проблематики с Тайванем или с Синдзян-Уйгурским автономным округом, или по иному какому-то поводу подобный подход с точки зрения обхода его золотой акции права вета может быть применен в отношении его. И в связи с этим он, вероятно, не поддержит и не поддерживает такого плана инициативы, поскольку есть мир, по его мнению, международного права, а есть мир, основанный на правилах. Мир, основанный на правилах, это возможность, в том числе, принятия решений отхок, исходя из конкретных обстоятельств, конкретной, в том числе, трагедии, войны и прочего. Вот Китай против этого. Он хочет играть по тем правилам, которые сложились, и хочет он играть по этим правилам в силу просто одной простой причины, что он по этим правилам развивался, он по этим правилам набирал вес, он по этим правилам стал тем, кем на сегодня стал. Это одна из сильнейших, по крайней мере, из двух государств в мире. И он хотел бы продолжать играть по этим правилам, поскольку все тенденции и все перспективы у него в этом смысле прекрасны. То есть, начиная там зеленого перехода, заканчивая глобальной мировой торговлей, продолжая принципом территориальной целостности, на основании которого он планирует решить тайваньскую проблематику мирным или военным путем. То есть, вот мир сегодняшний в прочитании классическом устава Организации Объединенных Наций Китай более чем устраивает. И менять архитектуру безопасности на какую-то иную, в том числе и даже, например, если он присоединится к нам с моральной точки зрения и осудит агрессию Российской Федерации, ему просто банально невыгодно. И он будет продолжать стоять на моменте, что подобного рода решения могут приниматься консенсусно, как минимум пятью государствами, которые являются постоянными членами совбеза. Для того, чтобы и свое право вето на будущее при урегулировании любых конфликтов, которые могут возникнуть по времени дальше, он принимал участие не как просто активный член или не как один из участников, а как один из участников, который владеет неким эксклюзивным правом, которое он не хочет терять. А подобного рода подход, он, по сути, будет означать возможность и прецедент потери такого права. Очевидно. Ну, в своем развернутом ответе вы ответили в том числе и относительно цели проведения и, в общем-то, возможного результата, который намеревается получить Украина, от проведения в Люзерне 16-17 июня, об этом говорят предварительно, об этой дате, именно большой мирной конференции по Украине. Я думаю, что мы к этому будем еще возвращаться, но давайте теперь поговорим о внутренних вопросах. Война сейчас в очень серьезной фазе, глубокой и сложной. Я знаю, что у нас в Верховном Совете очень сильно решают вопросы, связанные с мобилизацией нового законопроекта, ну, то есть тот законопроект, который был проголосован в первом чтении, теперь он должен быть 10-11 числа проголосован окончательно. И вот интересны данные, интересные моменты. Значит, правоохранительный комитет Рады заменил тюремное заключение за уклонение, а были такие предложения, причитывая мобилизацию, на очень такие сильные, большие штрафы. Скажите, пожалуйста, ну, я не хочу туда перевел цифрами, потому что у нас смотрят в разных странах и, понятное дело, но они очень значительны, эти штрафы. Даже многие могут поспорить по поводу этого рациональности этих штрафов. Сейчас в Украине очень серьезная экономика, а на грани, как бы, очень сложные проблемы экономические, или, как сводят, в конце концов, многие украинцы. Скажите, пожалуйста, это будет очень, и тем более, как правило, эти вопросы решают те, кто не будет призван, они все зарезервированы, да, то есть понятное дело, что процесс натягивания собой на глобус уже будет проходить бесконечно, мне кажется, или я не прав? Ну, по результату сложно сказать, пока говорят, все-таки, ну, как бы, большинство из тех, с кем я общаюсь, они за то, что законы будут приняты плюс-минус в той редакции, в которой они на сегодняшний день известны. Что касается штрафов и лишения свободы, и ответственности, то, с одной стороны, штраф это условно, в кавычках, насколько возможно этот термин применить, более популярный штраф, то есть, ну, как бы, вроде он мягче, да, чем лишение свободы, и как бы, по определению, должен вызвать некое меньшее возмущение. А с другой стороны, штраф является более эффективным средством, которое может позволить достигнуть цели реформирования законодательства про мобилизацию, поскольку штраф, он дает намного больше возможностей на сегодняшний день дотянуться до тех людей, которые не игнорируют свой воинский долг и не приходят, к примеру, обновить свои данные в ТЦК. То есть, вся эта реформа, она полностью направлена, главной ее целью является вывести на свет государства определенное количество людей, которые государство сегодня не видит. Они, пребывая там в рамках теневой экономики, не проживая по месту жительства, каким-то образом иным, уклоняясь от явки в ТЦК, должны быть, ну, как бы, стимулированы репрессивными прежде всего средствами, но репрессивными в нормальном смысле этого слова, средствами государственного принуждения для того, чтобы таки явиться. И если мы говорим про штраф, там, грубо говоря, процедура будет выглядеть так. Отправилась повестка или законом предусмотрена обязанность на протяжении, там, к примеру, двух месяцев явиться в ТЦК. Явка, если не происходит, подается представление в суд. Суд выносит решение о взыскании крупного штрафа. И дальше исполнительная служба на основании такого взыскания начинает применять все те меры, которые нашим законодательством уже предусмотрены. В том числе и блокирование счетов, в том числе арест наличного движимого и недвижимого имущества, в том числе запрет выезда за границу, который, в принципе, и так у нас существует, и так далее. То есть появляется возможность, по сути, человека... А вы считаете, что это правильно? Ну, тут вопрос философский. Правильно ли, в принципе, ну, скажем так, тут понимаете, какая ситуация получается. Государство в своей риторике, оно как бы исходит из чего? Что обязанность обновлять свои сведения в военкоматах, она существовала на протяжении всего периода независимости. Большинство граждан относилось к этому философски. Ну, скажем так, если не было необходимости оформления документов на работу, кто не был там на госслужбе или на связанной с государством деятельности, военкоматы просто не ходили. Те, кто ходили, не уведомляли военкоматы про изменение семейного состояния, изменение места жительства, изменение места работы. Ну, все то, что обязанность менялась всегда, там, хоть до войны, хоть после. И государство говорит примерно так. Ну, не выполнили же граждане свои требования, как бы, законодательства. Они могут избежать этих штрафов, если они их выполнят. Просто, с другой стороны, граждане понимают, что как только они их выполняют, с очень большой вероятностью, если у них нет оснований для того, чтобы не быть призванными, нет отсрочек, нет... Ну, соответственно, они являются годными к военной службе, их в сегодняшней ситуации с очень высокой вероятностью призовут. И тут они принимают решение. Или идти, условно, и совершать правонарушение, ну, или административное, или даже уголовное, и уклоняться от военской службы. Или выполнить требования, которые законодательство предъявляет. И дальше, ну, то есть, вот тут вопрос отношения, скажем так, вот, может ли, в принципе, военная служба в условиях военного положения быть недобровольной или условно недобровольной? Может ли лицо принудительно быть призвано на военную службу? Вот этот вопрос, он, можно его развернуть и в контексте, ну, там, государственно-правовых концепций, концепции прав человека, там есть разные варианты. Ну, к примеру, там, вот в момент просвещения, там, известными теоретиками прав человека были, там, в Британии Джон Лока, во Франции Шарлеву и Монтеске. Вот Лок считал, что право на жизнь, а воинская служба, ну, так или иначе, посягает на него. Оно неотчуждаемо, и государство, в принципе, не может принудительно никого призывать, нужен элемент добровольности. А Монтеске считал, будучи тоже теоретиком прав человека и известным философом эпохи просвещения, что в том числе право на жизнь может быть делегировано государству, и его цитата такая, что «если государству необходимо, чтобы человек умер, он должен умереть». Два разных подхода, и в истории политико-правовой мысли они оба параллельно присутствуют, и здесь мы прямо так вопрос, безусловно, не ставим, но проблематика вот вокруг этого обращается. И история со штрафами, история с консульскими услугами, история с иными какими-то принудительными мерами, в том числе расширением полномочий ТЦК, это все про то, чтобы государство увидело лицо и имело возможность принудить его к исполнению обязанностей, которая Конституции и законодательством действительно предусмотрена. Тут двух мнений быть, безусловно, не может. Вот и вокруг этого мы будем обращаться. Дальше возникает вопрос у меня, как у юриста по образованию. Я, зная, как иногда воплощаются в жизнь подобного рода массовые инициативы, а само государство устами на талухи и ряда других депутатов и представителей Минобороны говорило, что речь идет по разным данным от полутора до чуть ли не пяти миллионов людей, которых государство не видит, которые существуют только как идентификационный код в базе налоговой службы. Насколько возможно относительно короткий срок, короткий срок это вот в этом случае будет условно год, обработать подобного рода массивы информации, хоть с базами электронными, с этим аберигом, хоть без, насколько возможно будет эффективно привлекать реально людей, которые совершают подобного рода правонарушения в судебном порядке, вот в таком объеме, к ответственности. Тут это задача с двумя звездочками, прямо скажем. И в наших условиях насколько она может быть эффективно выполнена вопрос, насколько государственный аппарат сможет проадминистрировать подобного рода решения, если они будут приняты, это может ответить только опыт и история нашего будущего, так сказать. А можно вас спросить, почему вот, например, в Израиле это все не во время как бы боевых действий и открытых военных процессов не реализовано, незаконодательно, нет никаких даже инициатив разговоров по этому поводу, а у нас все настолько сложно. Почему это спрашивают? Ну смотрите, вот сейчас же демонстрируют видео, да, где вдоль ТИС установили ограждение с колючей проволокой для того, чтобы не могли никто, ну значит, подойти из мужского призывного возраста, ребят, или мужчин. Кроме того, в некоторых областях приграничных запретили вообще на какой-то там километраж подходить в сторону границы. Как вы, как юрист, это объясните? Ну формально это возможно, особый режим приграничной территории, там если есть массовые попытки нарушения государственной границы, условно говоря, все страны против мигрантов строят стены, только они строят для того, чтобы не заходили на их территорию и не нарушали таким образом законодательство. У нас в силу специфики военного положения действительно проблема как бы работает в обратную сторону, и я, честно говоря, был удивлен, я когда смотрел сообщения наших правоохранительных органов, службы безопасности Украины и госпогранслужбы, когда писали, что задержали очередную пачку тех, кто уклоняется от призыва, как они считают, и пытались покинуть незаконно территорию Украины вне пунктов пропуска, что когда их задерживали, устанавливали, что они платили там 5, 10 и 15 тысяч долларов Я думал, это, ну скажем так, преувеличение художественное со стороны тех, кто писал пресс-релизы. Однако, как говорят, таки нет. Действительно, за возможность лесами покинуть нашу территорию, такие деньги действительно платят и очень часто неуспешно. Неуспешно кого-то кидают, кого-то задерживают, у кого-то правда получается. И ситуация действительно в этом смысле проблематична, скажем так. Но давайте представим обратную ситуацию, поставим себя на место тех, кто принимает в государстве решения. Если мы сегодня дадим возможность, как это предусмотрено, реализовывать в полном объеме свободу передвижения людям, которые, ну скажем так, подпадают под признаки военнообязанного, какие будут последствия. Здесь, ну как бы, наверное, мы примерно себе все можем представить, даже проговаривать по этому поводу много не хочется. И мы оказываемся в такой странной ситуации, что вместо того, чтобы стояли очереди в военкоматах, учитывая сложности на поле боя, очереди стоят у нас в магазине Зара, или когда Макдональдс открывался, туда стояли в очереди. У нас государство пытается применить большую степень принуждения к лицам, которые не обновляют свои сведения, которые являются потенциальными призывниками. И одновременно мы видим желание существенной части наших граждан покинуть нашу территорию, вероятно, прежде всего для того, чтобы не исполнять свою обязанность. Как эту проблему решать на сегодняшний день чисто в морально-психологическом аспекте? Откровенно говоря, мне понять непросто, поскольку тут нужно еще тоже подумать на тему, насколько мотивированными будут люди, которые через штрафы, через принуждения, через колючую проволоку попадут в итоге в вооруженные силы. Насколько наши политурки смогут справиться с настроениями, которые будут, ну скажем так, более массовыми. Поскольку люди, которые сами не пришли, которые недобросовестно относились к своим обязанностям, если они массово будут попадать в подразделения вооруженных сил, ну будем надеяться, что воспитатели перевоспитают и объяснят важность такого рода действий. Но ситуация рискованная с точки зрения некой внутренней устойчивости и всего общества в том числе. Ну тут у многих возникает вопрос, а кто же будет воевать? Кто как бы под принуждением попадет, кто действительно там намерен куда-то свалить и, понятное дело, там терся вокруг этого забора, о котором я говорю. Это так образно, абсолютно образно. Но вы же посмотрите, кого как бы сейчас законодательно принимают решение не идти воевать, о ком идет речь. В первую очередь меня очень сильно удивила вот эта история с какими-то шапито, передвижными цирками. Что вообще за хрень? То есть какие-то представители передвижных цирков Украины являются критически важными предприятиями и, соответственно, половина его сотрудников, конечно же, обязательно получит бронет мобилизацию. Далее. Вот эта вот хрень, которая идет по телевизору, так называемый единый марафон. Оказывается, все, кто аккредитован в этой всей структуре, представители разных каналов, журналистов тоже, как бы, да, особо считаются важными и критически необходимыми, поэтому они не подпадают под мобилизацию. Я могу продолжить. Как вы к этому относитесь? Проблема не в цирке. Проблема в том, что вопрос бронирования, он, как бы, окутан таким туманом. Никто не понимает, на основании каких критериев одни люди могут быть забронированы, другие люди не могут быть забронированы. У нас последние дни много информации о том, что футбольные команды с тренерами, со всеми остальными, полным составом бронируются. Да, служат ТЦК или в каких-то частях, да? Нет, другая история. ТЦК там, где фиктивно, там вот это уголовное производство, это другая ситуация. А там, где бронируются официально, совершенно официально, футбольные команды, игроки профессиональные, там, персонал, они бронируются от мобилизации. Ну, возникает вопрос, а нам вышли, объяснили, почему там футбольные команды бронируются, а хоккейные или там команды по хоккею на траве или там подводное домино не бронируются. Никто не попытался даже. Была информация, то есть мы не понимаем до конца, каким образом одно предприятие может быть отнесено к предприятию, критической инфраструктуры. Другое предприятие не может быть к нему отнесено. Куча обращений бизнеса было по этому поводу. Бизнеса, который непосредственно в ВПК не входит, то есть там отдельно есть, ну, понятно, если предприятие производит там танки, самолеты, снаряды и ракеты, тут как бы очевидно и понятно любому. Любому неспециалисту, почему конкретный работник, который стоит за станком и точит там снаряд, он не должен быть мобилизирован и должен быть забронирован. Но в отношении всех остальных предприятий, которые могут быть смежниками, которые могут поставлять на предприятие, которое изготовляет снаряды, там, металл, например, или там иные какие-то части, которые сами по себе оружием не являются, но которые являются необходимыми компонентами для этого оружия. Вот для этих предприятий у них проблема, и они об этом говорят, там, условно, цеха, где собирают дроны. Они впрямую, это частные организации, их очень много, там работают люди, но у них есть вопрос в отношении того, а почему не нас. И если они напишут в соответствующее ведомство запрос о бронировке, то не факт, что он будет удовлетворен. И на основании, вот условно, как написать подобного рода запрос, чтобы он был удовлетворен, на сегодня никто не знает. То есть это складывается ощущение, что процесс является сугубо ручным. А это, в свою очередь, во-первых, определенность правовую неким образом шатает. Это определенное несет в себе коррупционные риски. Точно так же, как, я не знаю, там, волонтеров. Одних пускали там по шляху за границу, других не пускали. Почему? Никто тоже особо не понимал, и все скорее решали эту проблему на основании каких-то личных связей и знакомств, там, или, скажем так, иным образом. Но мы говорим про добросовестную ситуацию, а не про преступные схемы. И тут мы попадаем как бы в момент, что да, вот есть цирк, а есть цех по сборке дрона. Почему цирк попал, цех не попал. И отсюда бизнес рождал идею на тему того, чтобы для планирования какого-то элементарного и осуществления хозяйственной деятельности поставьте объективные критерии в виде отчислений или в виде заработной платы, чтобы мы могли понимать, каким образом можно какой-то бизнес-план строить. Идея по поводу зарплаты как критерия бронировки, она была разбита нашим обществом. И по понятным причинам это явная такая социальная несправедливость на основании тем более имущественного критерия. Но убрав эту идею и отбросив ее со стола, так сказать, предложить чего-то иного, альтернативного никто не попытался. И все решили оставить ситуацию такой, какая она есть на сегодня. То есть ситуацию непонятки. Ситуацию, когда кого можно и как можно забронировать вне положений об отсрочке закона про мобилизацию. Условно говоря, директору школы в этом смысле проще, у него учителя прямо на основании закона забронированы. А кто относится к важным предприятиям, а кто не к важным, будет принимать отдельный чиновник в каждом министерстве, которое соответствующую сферу курирует. В случае цирков это карандеев, в случае промышленности профильное министерство соответствующее. И мы попадаем тоже в ощущение несправедливости, которое будет множиться, шириться. И даже убенец в свое время, когда первая редакция закона про мобилизацию, а в этой части она осталась аналогичная и сейчас, когда про госслужащих писали и там на сегодня в проекте есть, что там категория B только 50% может быть забронирована. А почему люди, которые работают в одном отделе, один будет забронирован, один не будет забронирован, будет решать начальник? Всегда ли начальник будет решать, исходя из условной производственной или управленческой необходимости? Или иногда начальник будет решать, исходя из иных каких-то соображений, в том числе личных или иных, скажем так. И все это в совокупности вызывает те эмоции, которые мы с вами чувствуем и делимся ими с нашими зрителями. Ну вот, в общем, в целом, на сегодня мы не имеем четкого понимания критериев, которые позволяют работодателю, будь то частной, будь то государственной, сформулировать понимание о том, каким образом осуществляется бронирование. Объективных критериев, по сути, на сегодня не существует. И в законе, который рассматривается сегодня Верховным Советом, есть норма такая полупопулистического свойства, например, о бронировании 50% госслужащих определенной категории. А то, каких именно госслужащих в рамках одного органа или даже подразделения органа бронировать, будет принимать решение соответствующий начальник. На основании разных мотивов. Кто-то, безусловно, примет, исходя из управленческой и производственной необходимости. Кто-то примет, исходя из иных соображений. Критерия объективного, который бы вне сомнения или с минимальным сомнением давал возможность почувствовать, что решение это правильно и справедливо, его на сегодня не существует. С бизнесом ситуация та же. Мы говорили, отброшена идея по зарплате. И взамен не предложено никаких иных критериев, которые позволяли бы строить бизнес-планы и, в принципе, планировать будущее и понимание, каким образом экономический агент может существовать. И тут вопрос нужно было позавчера решать, но мы сейчас находимся на таком моменте тяжелом. Еще один вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, уже как с юристом. Правоохранительный комитет рекомендовал ради принять за основу законопроект, который абсолютно разрешает мобилизацию осужденных. Там идет определенный перечень. Не могут лица, это исключение, о чем я говорю, лица преступления, совершившие против основы национальной безопасности, насильники, убийцы, педофилы, совершившие ДТП с умертельным исходом по действиям наркотиков. Ну, короче, и так далее. Так кто, карманники пойдут воровать? В смысле, воевать? Или не пойдут. Или не пойдут. Вот я не понимаю, честно говоря, как к этому относиться. Нужно ли это реализовывать? Ну, вот логика, например, Минюста, который это предлагал, по сути, был таким хедлайнером этой ситуации всей, заключалась в том, что лицо, которое, во-первых, получило условный срок, находится в статусе осужденного, оно, по сути, вот два человека рядом живут или работают. Один осужден за что-то и отбывает условное наказание. Второй нет. Вот которого нет, призовут, который осужден, не призовут. Типа, справедливо, ну, вроде как бы не сильно. Лица, которые пребывают в местах лишения свободы, они, по сути, тоже как бы бонусом, кроме лишения свободы, получают освобождение от исполнения своей воинской обязанности. Может ли лицо хотеть поступить на службу в вооруженные силы? Может. Может ли государство пойти навстречу в связи с тем, что такое желание у человека возникло и отправить его на службу при соблюдении условий? Ну, тоже вроде может. Здесь мы не можем, как бы, ну, достаточно такой мужественный, серьезный, полезный для государства поступок. Там одно другое, условно говоря, может перекрыть. Но тут вышел у нас любимый многими Виталий Шабунин и сказал, что это вообще, в принципе, большая зрада. И делается это все для освобождения ряда коррупционеров, в том числе из части народных депутатов, которые на сегодня находятся в рамках уголовных преследований. И он насчитал там 8 или 9, которые совершили коррупционные правонарушения, которые, или подозреваются в совершении коррупционных правонарушений, которые могут через воинскую службу избежать уголовной ответственности. И говорит, что это, в принципе, там и в ЕС нас не возьмут. Про НАТО вроде ничего не писал. Ну, в общем, зрада, так нельзя. И коррупционеры у нас всегда должны идти по вообще отдельной категории какой-то к ним, как к другим людям относиться-то примерно во всем никак нельзя. Поэтому, видите, и здесь у нас как-то не слава богу все. У нас вот этот карманник, условный, про которого вы вспомнили, он еще сильно более в лучшем положении в плане возможностей, в том числе и защищать Отечество перед тем, кого наши уважаемые гранатаеды пытаются, кто должен испить сию чашу до конца. Ну, про них тоже есть вопросы, да, с точки зрения того, что служба у всех проходит, безусловно, по-разному. И, ну, скажем так, есть должности, есть определенные люди, которые, в принципе, уверенно себя чувствуют, в том числе и финансово, будучи зачисленным в определенные подразделения. И, кстати, вот мы видим по спортсменам там в Прикарпатье, офис генерального прокурора отчитывается про производство, про ситуацию, когда этим злоупотребляют. И когда де-факто службы нет, там деньги из зарплатных карточек кому-то перечисляют интересанту, а на отсутствие на месте службы закрываются глаза. Это еще один вопрос, который, скажем так, подлежит разрешению. Потому что сегодня... Кстати, вот вы вспомнили о Шабунине. Это как раз тот человек, который является в эпицентре событий. Его как раз обвиняли в определенных коррупционных вариантах, где он действительно где-то числился, получал большую зарплату, кроме всего остального, но не появлялся. Но это отдельная тема для отдельного разговора. Геннадий, я так понимаю, что мы сегодня обсуждали эти темы, которые можно напрямую назвать одним понятием. Несправедливость, правильно? Ну, с элементами несправедливости, которые наше общество следует признать, ощущают. Так это общество давно же признало эту несправедливость, и оно делает определенные выводы. И тут вот как раз речь идет уже о продолжении этой истории, связанной с мотивацией. Но мы к этому будем еще возвращаться. Геннадий, большое вам спасибо за то, что нашли время. Спасибо, что ответили на мои вопросы, поделились своими мыслями, жму вашу руку и надеюсь на благословность в будущем. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам, уважаемые зрители, что смотрели. Сегодня моим вашим гостем был аналитик, юрист Геннадий Дубов. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Не теряйте оптимизм. Через небольшой промежуток времени мы в среднем Сосново.